Я хотел бы обратиться к Священным Писаниям и прочитать известную для нас историю, которая записана в Исход 3 глава. Дело было с Моисеем. Я прочитаю буквально несколько стихов. Когда Моисей пас овец, помните горящий куст, помните, как Господь проговорил оттуда, и вот в результате разговора Господь говорит Моисею. Знакомясь, говорит следующее. Моисей, я Бог твоего отца, Бог Авраама, Исаака, Иакова. Моисей закрыл свое лицо, потому что боялся воззреть на Бога. Бог продолжает. И сказал Господь, увидел я страдания моего народа в Египте и услышал вопль его от приставников. Я знаю скорби его. И я, говорит Господь, иду избавить его от руки этой в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ерезеев и так дальше. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня. И я вижу угнетение, каким угнетают египтяне. Итак, пойди, это уже персонально к Моисею, и я пошлю тебя к фараону. И выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу, кто я, Господи, чтобы мне идти к фараону и вывести их из Египта, сынов Израилевых. Бог сказал, я буду с тобой. Такой небольшой разговор человека с Богом. Это написано в священных писаниях, и потом, спустя время, апостол Павел будет писать церкви в Коринф. Друзья, читайте историю евреев. Их пример для вас важен, потому что на их жизненном примере есть огромное количество полезных уроков. Во многом как образы, как надо и как не надо. Так вот, персональная, личная история Моисея, она полезна для каждого из нас, и стоит отсюда делать выводы. Уроки, как надо и как не надо. Я назвал бы свою проповедь сегодня так, не разменись с Богом. Я не знаю, насколько это литературный термин, разминуться. Ну, понимаете, о чем идет речь, да? Когда мы планируем встречу в парке, и ты идешь в один парк, а он идет в другой. И говоришь, ты где? Все разминулись. Перекресток не тот определили, дорогами не теми пошли. Вроде как бы согласие есть, вроде понимание есть, вроде как бы открытость есть, но что-то не срабатывает. Вы знаете, когда мы находимся в церковном собрании, смею поразмышлять вслух, мы вдохновляемся песнями, призывами со сцены. Иногда сидишь, и ум же запрограммирован, мы же в материальном трехмерном измерении-то живем. Один проповедник выходит и говорит, Господь всемогущий. И мы так, всемогущий. Вездесущий. Что это значит с точки зрения физики? Он одновременно везде. Нет ни одного квадратного сантиметра во вселенной, где бы не было его присутствия, ибо он вездесущий. И, следующий проповедник выходит и говорит, приди в присутствие Божье. И ты так чешешь, здесь, там, и думаешь, как это? Знаете, ну, можно говорить о том, как войти в присутствие Божье, но для... но возникает тогда другой вопрос. Если Бог вездесущий, во всей вселенной Бог присутствует везде, как ты умудрился выйти из Его присутствия? Где ты нашел такое место, что его там нет? Невозможно найти такое место во вселенной, чтобы оказаться вдруг там, где нет Божьего присутствия. И к чему тогда призыв? Приди в присутствие Бога. Я понимаю, что я вас немножко подгружаю, но мы же умные. Так о чем идет речь? Смотрите, как Бог разговаривает с Моисеем. Если мы понимаем, что Бог вездесущий, значит, Он вездесущий. Моисей ходит в своих сапогах, пасет овец, занимается своими делами, везде все нормально. И вдруг в какой-то момент куст горит и не сгорает, Моисей полюбопытствовал, пришел посмотреть, и оттуда голос Бога и Ангела. И Господь... На самом деле-то Моисей писал, это он до конца не мог понять. Вначале он пишет, что Ангел проговорил, а потом, как имя? Мое имя Иегова. Значит, имя Ангела Иегова быть не может, значит, это Бог. Я к чему говорю? Чтобы мы поняли, как трудно объяснять Бога человеческим языком. Как трудно. Он выше, Он шире, Он больше. И мы используем примитивный человеческий язык, лексикон, речь для того, чтобы каким-то образом обозначить. Да, это был Бог. И Бог говорит ему, Моисей, сними обувь, с твоих ног. Потому что земля, на которой ты стоишь, святая. Вопрос. Отчего святая земля? От того ли, что там огонь горел? Нет. А от чего? От Божьего присутствия. А скажите, пожалуйста, там, где Моисей был десять минут до того, разве присутствия Божьего не было? Было. Так почему там, в ботинках, а здесь снять? Интересно ведь так вот в домашней группе поразмышлять, правда же? Есть о чем. Как ты воспринимаешь Бога, Его присутствие в твоей жизни и твое присутствие в пространстве, где Бог. Как ты говоришь в этом пространстве, как ты реагируешь в этом пространстве, как ты к жене относишься в этом пространстве, к мужу относишься в этом пространстве, потому что Бог везде и все свято, и ты среди этого, Его Божьего присутствия. И как можно выйти из Него, и как можно войти в Него, в это присутствие? Говоря о нас, людях, знаете, если мы не заморачиваемся высшим, вечным, живем в нашем горизонтальном пространстве, знаете, на самом деле, в народе так говорят, между трех сосен. Я пытался разобраться, как называются эти три сосны, между которыми люди блудят. Ну, блудят, я имею в виду в хорошем смысле. Да. Я нашел название их. Научно это звучит так. Есть одна такая сосна, эндорфин, гормон счастья. Вторая, дифамин, гормон предвкушения. Что это такое? Химический состав нашего мозга, биологический, химический, вырабатывает такие вещества. Когда что-то происходит вокруг нас, в тему, в удачу, то, что нам нравится, наш мозг вырабатывает такое существо, которое мы называем в народе не эндорфином, а просто гормоном счастья. И мы живем, ориентируясь на это. Что-то прикупили, что-то организовали, что-то сделали, где-то оказались и так дальше. Потому что вот в этих обстоятельствах мозг работает, выделяет вот это вещество, и нам хорошо. Мы испытываем приятное чувство. Хорошо же жить с чувством приятным. Но для того, чтобы это чувство иметь, мы идем к нему в ожидании. Спортсмены делают свою карьеру многие годы с чувством того, что однажды они окажутся на Олимпе, получат свою медаль. Три года, шесть лет, с десяти лет, с шести лет начинают свои томительные тренировки, чтобы оказаться когда-то в восемнадцать или в двадцать два, на педестале с золотой медалью. Был стимул жить, развиваться, ходить в этот потный спортзал, заниматься делом. И знаете, где ломаются некоторые? Не на тренировках, не во время тяжелых нагрузок, а с понедельника. Потому что в воскресенье тебе торжественно под гимн твоей любимой страны вручили золотую медаль, и все закончилось, и с понедельника ты проснулся и не знаешь, а что делать дальше? А что делать дальше? Ты все эти годы получал вот этот гормон предвкушения, ожидания. Кто-то говорит, я десять лет дом строил, и пока строил дом, тяжело было там, по пальцам попадал молотком, но было ощущение, я что-то делаю вот здесь, и потом все, достроился, последний гвоздь, зашел в дом и... Что дальше? Гормон предвкушения работает в каком-то определенном отрезке, промежутке. Гормон счастья работает, но когда происходит какая-то несостыковочка, перекресток, где-то все несостыковывается, вдруг мозг начинает вырабатывать третий, тот самый гормон, который мы называем гормон кортизол, гормон стресса. И мы стрессуем. И только вчера еще предвкушали радость, и только вчера еще наслаждались. Сегодня что-то пошло не так. И на самом деле, друзья, если измерить человеческую жизнь, банальность человеческой жизни, в земном уровне, оно так и крутится, между этих самых трех сосен. Мы убегаем от гормона стресса, пытаемся найти гормон счастья, но понимаем, что к нему есть дорога через предвкушение. И, идя на эту дорогу, не достигаем и не приходим туда, куда должны прийти, встречаемся с неизвестностью, неожиданностью, подножкой, подставой. И этот гормон стресса начинает работать. И примерно так живет человечество, друзья, как загнанные кролики, бегая по кругу, от одной опушки к другой, от одной горки к другой, от одного удовольствия к другому. И между ними много всего сложного и непонятного. И, проживая жизнь, человек задает вопрос, а к чему все? А в чем смысл? А ради чего все? А для кого все? Причитайте исповедь Соломона в Екклезиасте. Он детально описывал свою жизнь и все свои поиски. И как он бегал по кругу и понял, что все в жизни суета-сует. Я задаю этот вопрос, который задают все и во все времена. В чем смысл? Ради чего все? Почему Господь направил нас на эту планету и землю, если мог бы спасти? Конечно, но мы же не спасаемся годами. Добродетелями мы же не спасаемся. Господь нас спас на кресте, но дал нам ответственность жить определенный промежуток времени. С какой целью? А есть какая-то цель? И что в этом играет основной смысл и так дальше? Так вот, возвращаясь к Моисею, как развивается картина? Может быть, здесь мы для себя немножечко проясним ситуацию. Моисей живет обыденно. Кстати, когда он вот тогда встретился с Богом, ему было, как мы знаем, уже 80. Лет 40 он прожил в роскоши Египта. Драматическое детство было. Наследие оттуда он получил. Сложное. Потом роскошная жизнь с этим драматическим наследием. Потом он оказался бедуином в пустыне. И еще лет 40 пас овец у Тести. Знаете, такое словосочетание. Ладно бы своих, но вот кажется, мужику было 40, начал пасти овец, но мог уже свой какой-то бизнесочек организовать там как-то на соседнем огороде развести свое стадо и потом Тести однажды сказать, можно я уже сам? Человеку 80, а то он еще на Тесте работает. Ну, как бы оно так, знаете, непростая жизнь, если измерять ее нашими мерками. Но он идет и оказывается в одном обычном дне со своими овцами. На что рассчитывать? Вроде как бы, а к чему все? В чем моя судьба? Я живу вот так, вот всегда, вот до конца дней? Ну, вот настигает его Господь. И начинается очень интересный разговор. Во-первых, Бог знакомится с Моисеем и предоставляет себя. Знаете, визитную карточку дает. Конечно же, ну, представьте, если бы вам сказали, напиши визитную карточку Бога. Вот как бы, да? Если ты знаешь начальника твоего и пишешь визитную карточку, что ты напишешь? Там, директор того-то, основатель того-то, предприниматель того-то, закончил там университеты, институты и так дальше. У тебя может быть одна строчка или пятнадцать строчек. Так вот, о Боге. Что бы ты написал? Вот как представиться? И вот удивительно, как представляется Бог? Он говорил, Моисей, я, который сотворил небо и землю, я, который управляет всем, я, в контроле которого всего. Он приходит к Моисею гораздо лаконичнее и проще. Он говорит, Моисей, я Бог твоего Отца. И это должно было тебе сказать о многом. Кстати, я Бог твоих прадцев, Авраама, Исаака и Иаков. А теперь, слушай, Моисей, я вижу страдания моего избранного народа. о чем говорит Бог? Бог говорит о том, что Он есть Бог. У Него есть народ. У Него есть на земле дело, понимаете? Вот у Него, у Бога, есть на земле интерес. В то время у Бога интересом был народ израильский. Живут разные национальности, разные обстоятельства, разные, там, в каждом царстве свои какие-то правила, жизнь, но у Бога есть свой народ, на который Он обращает внимание, и Он об этом говорит Моисею. У меня есть свой народ. И я вижу, что с моим народом поступают несправедливо, очень жестко, жестоко поступают. Поэтому я иду, знаете, Бог говорит человеку, я иду разобраться с египтянами, вытащить мой народ оттуда и привезти их в обетованную землю. Ну, кажется, а что ты, Бог, отчитываешься перед каким-то пастухом? Но в какой-то момент Бог разворачивает свою речь и говорит, Моисей, давай я тебя пошлю. Что делать? Помочь им выйти оттуда. Что я хочу сказать, на чем зафиксировать наше внимание, друзья? Бог сказал пророчески евреям, что они будут в порабощении сколько? 400 лет. Евреи пробовали в Египте сколько? 430 лет. Вы понимаете, вот в эти моменты 30 лет происходит стресс. В эти моменты 30 лет заканчивается терпение, потом долго терпение и приходит уныние. Господи, почему? ничего не происходит. В эти моменты, когда Даниил молится Господу и от Господа приходит ответ, но в тот же день, но 21 день Даниил сетует, три раза в день молится. Некоторые говорят, знаешь, вот как-то я помолился Господу, ничего. Ну еще раз вечером помолился, тоже ничего. Руки опускаются. Руки опускаются. С детьми ничего не происходит, с мужем ничего не происходит и так дальше. Возьмите ситуацию Даниила. Это не вопрос детей, не вопрос мужа. Это вопрос будущих событий, которые как бы там пророчески будут ясны для него. И он вопросил Господа. И Господь тут же посылает ангела, но происходит на небе духовная брань. Ангел задерживается на сколько? На 21 день. Даниил молится сколько? Три раза в день. Помножить на 21 получается сколько? 63 раза. Ну Бог же слышит? Да. Зачем ему напоминать? Но Даниил молится 63 раза вопрошает Господа и приходит ответ от Бога. У нас в году 12 месяцев, каждый месяц имеет там по 4 недели, это, ну, сколько там 12 на 4? Не, не, подождите, в месяце у нас 4 среды есть, давайте посчитаем так, да? А 12 месяцев, 12 на 4, кто там? Бухгалтеры, Олег. 40 вуз. Ну, вы понимаете, что иногда бывает 5 недель, 52 недели у нас в месяце. По-другому, то есть в году, по-другому, в году у нас 52 среды. Понимаете, мы иногда капризничаем и говорим, я уже на трех молитвах был, и Господь не ответил мне на за жену или за мужа. Ну, как минимум, Даниил, чтобы получить ответ в духовной битве, 63 раза молился. Это больше года, так, каждую среду ходить на молитвенное собрание. Это для тех, которые не понимают причины, почему нужно регулярно ходить на молитвы по среду. Правильно, пастор Леонид? Я размышляю. Ну, так вот, годика полтора, не пропуская ни одну среду, тогда можешь уже поднимать руки к небу и сказать, Господи, я уже больше Даниила молюсь. Где ответ? Но мы сегодня о другом, родные. Мы сегодня говорим вот о чем, что Бог в этой ситуации показывает себя, даже когда небо нахмурилось, даже если, когда муж не изменился, даже если, когда с детьми не прояснилось, даже если, когда конкурент на работе, даже если, когда диагноз и здоровье, даже когда там финансовые какие-то, еще иные обстоятельства, тебя напрягают и по-сумасшедшему вырабатывается гормон стресса, вдруг ты приходишь в место, где ты чувствуешь Божье присутствие и Бог говорит с тобой. Бог говорит здесь Моисею и всем нам. Даже если прошло 400 лет и потом 401, 2, 3, 10, 25 и 30, Бог все контролирует. И те обстоятельства и мои с тобой. И если ответ должен был прийти через 400 лет, а он на 30 лет задержался относительно, Бог все контролирует и Бог наблюдает и Бог видит и Бог знает твою борьбу, твои переживания знает, обстоятельства твои знает. Это здесь так показано нам. Все под контролем. И Бог говорит Моисею, Моисей, я Господь. Если он сказал, я Господь Авраама Исаака и Иакова, то это понятно, о чем идет речь. Бог, контролирующий вселенную, Бог, контролирующий обстоятельства, Бог, знающий тайны твоей души, Моисей, не опускай руки, евреи, не отчаивайтесь, муж, жена, человек Божий, дитё Божье, не переживай, не расстраивайся, не депрессуй. Господь есть на небе, Он контролирует всё, и то, что на земле здесь фараоны всякие, ещё там какие-то обстоятельства происходят, не смотри горизонтально, смотри туда, над всем Господь. Это то, что Господь хотел объяснить Моисею. Если всё в руках Бога, тогда Бог говорит, понимаешь, мы сейчас не разговариваем о фараонах, мы сейчас не разговариваем о президентах, мы не говорим о тех, которых перевыбрали, о тех, которые продлили свои сроки, о тех, которые сами захотели, не в этом разговор. Я вижу обстоятельства жизни, я вижу людей угнетённых, я вижу боль, вижу слёзы, вижу трудности. Итак, я хочу прийти в эту семью, я хочу прийти в этот дом, я хочу прийти в эти обстоятельства, я хочу посмотреть в глаза моей дочери, я хочу поддержать моего сына, я хочу найти этого человека, который ещё не знает, что я его работаю над спасением его души. Он пока ещё хулиганит, но я ещё до него не добрался. Я хочу туда прийти, я хочу туда прийти, я хочу там оказаться, я хочу там оказаться. И потом на минуточку смолкая, он поворачивается к Моисею и говорит, Моисей, между прочим, я хочу тебя послать туда, куда? Куда сам хочу идти. Я хочу, чтобы ты сделал, Моисей, что? То, что я хочу сделать? А что ты хочешь сделать, Господи? Я хочу их вытащить. Поэтому иди и ты их вытаскивай. Следующее, на что я хочу обратить внимание, родные, это призвание. Это призвание. Вы знаете, Бог говорит с Моисеем очень уникально, не по-мирски. Ну, сейчас спросить еврея, кто такой Моисей, они скажут, это вождь, это величина, это лидер, это царь, и все, это будет правильно. Но когда Бог пришел к Моисею, и тот стоял в пастушеских ботинках и с пастушеским посухом и в одежде пастушеской, Бог ему не сказал, ну, как тебе, Моисей, пастухом? Давай я тебя сделаю главным Израиле. Моисей почесал свою бороду, ну, в принципе, на главного я согласен. Но это было не так. У Бога есть, как я вижу из священных писаний, одно единственное предназначение. Если ты сидишь и думаешь, к чему я призван? Играть или ходить, или говорить, или делать, есть одна профессия у Господа, которая рассматривается через все священное писание. И она называется служить. Она называется служить. И главное дело Бога, которому призван я и ты, это служить. Моисей согласился не на главного, Моисей согласился на служить, идти и выполнить поручение Бога. И просто в какой-то момент он пошел делать Божье дело, и в какой-то момент Бог говорит, знаешь, Моисей, сейчас нужно, чтобы ты побыл в роли пророка. Я тебя не призвал пророком, но просто сейчас нужно, чтобы ты пророчествовал, поэтому пророчествуй. Моисей, а сейчас нужно, чтобы ты побыл священником, этот период времени побыть священником для них, а в этот период времени приди к фараону и будь дипломатом от моего имени. Тебе просто ничего не надо, ты мой представитель и приди скажи мои условия для фараона. Сегодня ты будешь дипломатом, а завтра Моисей ты будешь вождем, а потом Моисей, я тебя попрошу и ты будешь чудеса творить. Ты не будешь иметь дар чудотворения, ты не будешь чудесником, ты не будешь каждый день собирать фестивали чудес и удивлять мир, передвигать горы, нет, ты мой слуга и ты будешь делать то, что мне надо. Вот сегодня Моисей, знаешь, что мне надо? Чтобы ты воды моря раздвинул. Потом ты их раздвигать не будешь. На тебе нет дара раздвигать воды. Просто сегодня мне это надо. Ты мой слуга, но сегодня ты будешь в роли чудесника. Понимаете? Смотрите, в чем мы ошибаемся. Я встречаю много таких амбициозных лидеров в церкви, которые говорят, знаешь, ну назначьте меня, ну представьте меня, покажите, кто я, скажите, объясните, тогда я начну работать. А что ты не работаешь? Иди служи. Ну не, меня даже не приставили, меня даже не назначили, меня даже людям не сказали, кто я. Бог не приходил к евреям и не объяснял людям вообще, кто такой Моисей. Все, что нужно было, это Моисей, ты готов пойти служить кому? Этим людям. Они вредные, они будут выносить мозг тебе, они будут бунтовать против тебя, но дело не в них. Дело в том, что я хочу их спасти, поэтому я прошу тебя, ты можешь на меня поработать и пойти к этим евреям и вытащить, помочь им выйти из Египта. И он сказал, сомневался, конечно, там были разговоры, но в конечном счете согласился и пошел в служение. Потом пришел Иисус Христос и хочу вот эту вещь объяснить, мы ее должны понять. Это очень ключевая вещь в служении Богу и в христианской жизни. Иисус Христос приходит, а ученики там говорят, кто главный, старший, помните, как Христос взял воду, помыл ноги и потом рассказывает, если кто хочет быть большим, будь тем слугою. Это в миру, в царствах этого мира сначала назначают человека депутатом, а потом он изволит быть слугой народа. В царстве Божьем все наоборот. Ты сначала будь слугой. Согласись быть слугой, а потом если надо Богу, ты будешь еще и на скрипке играть. Служа. Если надо, ты будешь еще что-то делать. Служа. Кофе заваривать. Служа. Проповедь говорить. Служа. Домашнюю группу вести. Служа. Но все определяется служением. Если ты не готов наслужить, если ты не готов на исполнять, если ты не готов на послушаться Господу, то твои профессии, все твои остальные дела не имеют значения. Спустя время апостол Павел очень риторически об этом говорит. Ефесянам 2 глава. Я разговариваю с вами как знающими Писания. Апостол Павел говорит, знаете, когда вы пытаетесь друг перед другом хвалиться, кто круче, то я вам скажу так, спасение не отдел. Аминь. Ну просто, чтобы никто не хвалился. Спасение не отдел. Но апостол же Павел еврей. И потом он говорит, ну знаете, что я вам скажу? Что вы все созданы на добрые дела, которые Бог предназначил вам исполнять. Поэтому без добрых дел, родные, никуда. Спасение не отдел. Вы не зарабатываете спасение. Вы не приближаетесь спасением к Богу. Вы не удивляете Бога. Знаете, иногда нам кажется, что, ну я так, ну, представлю себя, и Бог как посмотрит, как ахнет и скажет, как же я, Васек, тебя не заметил. Слушай, сейчас я историю придумаю для тебя. Сейчас ты Моисеем 21 века будешь. Народ выводить там с Молдавии или с Украины откуда-то. В Каролину, да. Но нет. Но нет. Вы понимаете, с Моисеем не было так. Бог не посмотрел на Моисея и не сказал, вау, Моисей, сейчас я тебя, ты вообще, сейчас я вокруг тебя сделаю историю. Давид, я впечатлен твоим сердцем, сейчас я тут народ соберу, врагов соберу, войну организую, ты победишь, и 10 тысяч девушек будут тут петь тебе песни. Бог не так работает. А знаете, как Бог работает? вот это правило важно усвоить. Бог видит нужду. Бог видит нужду, и Бог говорит, я вижу нужду в Египте, и мне нужен человек, Моисей, ты можешь? Потом Бог, глядя на Израиль, на Саула, который отверг Бога, не почтил Бога, Богу нужен был поклонник, слуга, раб, Бог смотрит везде, не этот, не этот, не этот, он точно. Почему? Потому что его сердце было готово исполнить всякое намерение Бога. Он пасовец, он не претендовал ни на что, но Бог говорит, Давид, для начала мне нужно, чтобы ты просто играл на скрипке или на арфе, и чтобы этот бунтующий царь приходил в мир, чтобы сердце его приводилось в мир. Да, он будет бросать в тебя копья, да, он будет выступать против тебя, да, он захочет тебя убить, но мне нужен такой человек, который вовремя нагнется, чтобы стрела пролетела мимо, а ты продолжай играть, а ты продолжай играть, мне нужно с Саулом решить свои дела, и для этого я использую тебя, чтобы в это время, когда Саул бунтуется против меня, и я стесняю его обстоятельства, чтобы в это время звучала музыка, поэтому ты готов к этому всему сценарию играть? Готов, Господи, не ради Саула, не ради Израиля, не ради филистимлян, ради меня, готов играть? Готов, Господи, иди служи, под пулями иди служи, под всем этим прессером царя иди служи, и он служит, почему Саул, почему не выгорел Давид? Почему в депрессию не попал Давид? Потому что он точно понимал, что он работает не на Саула, не на Израиль, его попросил он, и он работает на него, ему не важно в какую сторону Саул двигает стулья, ему не важно в очередной раз, где Саул его поставит, он работает на него, и он знает, что там все под контролем, и поэтому выгорания нет, это сложно, но это посвящение Богу, главное слово слуга, главное слово служить, и вот смотрите, хочу перейти к главной мысли, главной мысли, мы начали с Божьего присутствия, помните, и мы к нему подходим, Моисей находился на той земле, где Бог везде, он пас овец, на полях Мадьянских, и Бог был, но он его не видел, и он его не ощущал, и такое ощущение было, как будто Бога рядом нет, хотя он вездесущий, но когда у Бога с Моисеем произошел разговор, и Бог ему говорит, знаешь, Моисей, я иду в Египет, всемогущий, вездесущий Бог говорит, я иду в Египет, и там буду делать мои дела, ты не хочешь со мной пойти, мне нужна помощь, я хочу, чтобы ты сделал мою работу, Моисей говорит, да, Господи, и Моисей пошел, и вот теперь, смотрите, как по-иному раскрываются дела, взаимоотношения Бога и человека, Моисей приходит к фараону, и ощущает там присутствие Бога, Моисей приходит к евреям и ощущает присутствие Бога, Моисей ведет в пустыне народ и ощущает присутствие Бога, я понимаю, что я пасторе, сам себе буду противоречь, ибо, ну, как по-церковному правильно сказать, приходите в воскресенье на 12 часов, там присутствие Божье, и это правильно, но есть еще одна правда библейская, Божье присутствие будет для тебя открыто особенным образом, знаешь где? Там, где ты должен быть, если ты окажешься там, где ты должен быть, и ты будешь делать то, что Бог хочет, чтобы ты делал, Божье присутствие для тебя откроется там особенным образом, тогда возникает вопрос, а как мне знать? Как мне знать, где мне быть? У меня нет много подсказок, но из Священного Писания я нашел одну, вот здесь я нашел одну серьезную подсказку, если правда ты хочешь быть там, где хочет Бог, если правда ты ищешь особенного Божьего присутствия в твоей жизни, правильно, это приходить в воскресенье на собрание, правильно, это в среду приходить на молитвенное собрание, но некоторые скажут, мы годами это делаем и ничего, и вот правильность, которую показывает нам Бог в обстоятельствах с Моисеем, смотрите, как она выглядит, сейчас внимательно, Бог говорит Моисею, Моисей, поверни голову туда, знаешь, что там нужда, там есть нужда, в ком, во мне, в Египте у евреев есть нужда во мне, и я обязательно буду отвечать на эту нужду, ты хочешь попасть под мое присутствие, окажись на месте нужды, и Божье присутствие как молния в хорошем смысле покроет тебя, Божье присутствие особенным образом наполнит тебя, ты будешь видеть сверхъестественные вещи, некоторые люди говорят, а где фестивали чудес, а где исцелители, а где дары исцелений, друзья мои, я уже в возрасте, я наверное уже, знаете, как апостол Павел говорит, ну позвольте мне похвалиться, я скажу о нашей жизни смиренно, мы никогда не делали фестивали чудес на Урале, но вы понимаете, когда к тебе приходит женщина и говорит, у моей доченьки аллергия на все, на воду, ну мозги отказываются воспринимать, а как вы живете, она говорит, знаешь, нашли какое средство, выдавливаем огуречный сок и этим умываем ей лицо, и она приносит и в таком состоянии, понимаете, и ты находишься в этой комнате и у нее последняя надежда на Бога и ты его представитель и что? Аудитории нет и ты склоняешься пред Богом и говоришь, Господи, ну я же тут просто случайно, это ты и она и Бог прикасается и человек получает исцеление и человек получает исцеление привозят женщину приезжает семья из соседней деревья как мы церкви открывали новое и почему? Родственники привезли и говорят у нас девочка там лет 8-10 анорес извините, чтобы понятно было, писается и как бы уже в школу и как бы стыдно 30 лет назад никаких там дайперсов и так дальше и что с этим всем делать? и ты снова находишься в этой ситуации и вот они и вот нужда и вот просьба к Богу и не потому что ты особенный но потому что ты оказался в том месте где есть нужда и где есть добрый Бог который пришел миловать, спасать, служить и исцелять и ты просто возлагаешь руки молишься и так тихо уходишь чтобы ничего тебя не спросили и потом даже не звонишь как дела? и потом они через месяц приезжают и говорят а у нас там в деревне Грязновская уже человек 10-15 собираются и мы Библию читаем вот так церковь организовывается и потом мы приезжаем туда и поддерживаем и снова друзья разговор в чем? когда Бог приглашает он не говорит я тебя там целителем буду делать там диаконом еще что-то как-то пророком ты будешь не в этом дело ты можешь прийти чтобы быть слугой ты можешь прийти чтобы быть рабом потом апостол Павел когда прозрел говорит Господи а что повелишь мне делать? я хочу сказать Бог всемогущий и вездесущий но есть особенные моменты Божьего присутствия есть особенные моменты Божьей славы знаешь где они? там где нужда и там где раб Божий оказывается рядом с нуждой потому что Бог говорит я вижу нужду я вижу страдания я вижу слезы я вижу боль я вижу трудность и я иду туда не хочешь пойти со мной? кем? слугой что делать? ноги мыть что делать? руки возлагать что делать? сидеть смотреть в глаза где слезы в два ручья и у тебя нет ответа и ты не знаешь что сказать а у тебя и нет ответа поэтому первая реакция Моисея Моисей говорит Господи так я косноязычий я говорить не могу внятно я как к евреям обращусь вам знакома эта реакция Моисея? а разве вы так не реагировали? когда Бог призывает тебя и ты говоришь я в смысле? в смысле? я же семинарию не заканчивал в смысле? да я тут чисто с мужиками спортом занимаюсь да мы чисто дела какие-то делаем бизнес пожалуйста еще что-то пожалуйста я при чем здесь? почему? я здесь а ты не хочешь себя попробовать в роли слуги Божьего? не хочешь однажды склониться у твоей кровати и сказать Господи а где мне с тобой встретиться? и Бог тебе тихо скажет там где нужда там где нужда и Бог тебе покажет где нужда и Бог тебе скажет куда он идет если ты скажешь Господи я пойду вы понимаете мы живем в это время когда Бог всемогущий когда Он вездесущий но вырастает поколение христиан которые не уверены в Боге которые не встречались с Ним никогда не переживали Бога никогда и не знали Бога никогда вы знаете что я скажу? Бог плак ко мне но я видел Бога больше в то время когда я молился за других людей чем когда я молился за себя и своих Бог плак нам к нашему дому и к нашей семье Бог плак но чудо Божье и слава Бога я видел больше тех местах где нужда и где я там оказывался и сверхъестественные вещи ответы Бога проявление Бога и силу Бога я видел там где нужда и эти вехи в моей жизни остались на всю жизнь и что бы ни происходило как бы ни разубеждали меня смиренно говорю не получится потому что я видел Божью силу Божью славу и Божье присутствие вы скажете где? извините что скажу не всегда в церкви чаще всего не в церкви я понимаю что я пастор и я говорю контрпродуктивные вещи завтра половина не придет следующий воскресенье скажем мы пошли туда где нужда давайте в воскресенье будем вместе а в другие дни идите туда где нужда вы понимаете родные я хочу сказать еще пару слов об Иисусе чтобы мы понимали вы знаете как в народе говорят в народе говорят так извините что вспомню Задорнов шутил заканчиваем школу у кого что-то получается идет учиться на учителя на врача на инженера а у кого не получается куда идет идет в милицию в профсоюз и знаете мы живем в такое время позвольте быть откровенным приходит такое материальное время когда вроде как бы если у тебя руки на месте ты идешь делать дела когда мозги на месте ты идешь учиться и тоже делать дела а вроде как бы когда не хочешь то или другое идешь в миссионеры и получается что миссионеры это такая группа попрошает я скажу честно мы с Толиком выясняли отношения поэтому я озвучу и не договариваюсь у нас есть такой друг для меня Толик Коломеец мы вместе крестились какое-то время я с ним ну как бы мы собирались так как друзья и спорили и он мне Василий ты должен церковь поднимать контейнеры паковать отправлять на Украину делать миссию я говорю Толик ну я нет мы призваны служить здесь мы призваны служить здесь нам нужно идти на английское служение нам нужно поднимать молодежь здесь и мы с ним как бы так конфронтировали жестко но в какой-то момент мы встретились и я сказал знаешь что Толик я скажу тебе я хочу почитать тебя и уважать тебя и тот дар который дал тебе Господь если Бог дал тебе бремя если Бог показал тебе нужду на той стороне океана и ты видишь обездоленных ты видишь нуждающихся нуждаешься в хлебе в инвалидных колясках и так дальше я прошу да помилует меня Господь чтобы я когда-то каким-то образом тебя осудил Бог дал тебе это время и Бог дал тебе это призвание это не мое Бог мне этого не дал Бог дал мне бремя за молодежь здесь я их вижу везде вижу и глаза и мне хочется делать все и свет и звук и музыку и кофе чтобы молодежь была здесь в доме молитвы пробуждалась исполнялась в этом духом познавала Господа и следовала за Богом это мое бремя которое дал мне Бог знаете что я скажу друзья мои давайте мы будем уважать призвание которое дал Бог во-первых Бог дал тебе призвание если ты не почитаешь то призвание которое дал тебе Бог не бережешь не взращиваешь то призвание и предназначение ты знаешь что Бог дал тебе дар ты знаешь что Бог дал тебе талант ты знаешь что Бог дал тебе время Бог дал тебе ресурсы Бог дал тебе возможности Бог дал тебе много чтобы ты этим занимался но есть какой-то каприз есть какой-то бунт есть какая-то гордыня есть какая-то обида есть какой-то псих что-то есть что стоит между тем чтобы твое призвание реализовалось. Я осмелюсь сказать, что это грех. Потому что очень важно почтить призвание, которое Бог дал тебе в твоей жизни. И не позволить дьяволу разрушить и умолить, и унизить это призвание, которое Бог дал тебе. Если ты не в своем призвании, проходит жизнь, ты не видишь Божьей славы. Ты не видишь Божьих дел. У тебя пропадает интерес к христианству, к церкви, к следованию за Господом. И потом ты говоришь, на рыбалку, почему бы не сходить, извините, рыболовы. Но если ты позволишь Божьему призванию вести тебя в твоей жизни, ты будешь видеть Бога, и будешь видеть славу Божью. И Бог в этих местах будет действовать особенным образом. Тема, которую я озвучил, не разменись с Богом. Если Бог направил тебя, если Бог определил тебя, если Бог назначил для тебя место встречи, не разменись с Богом. И еще одно. Если в твоей жизни, если в твоем доме Бог поднимает твоего сына, Бог поднимает твою дочь, Бог вдохновляет твоего брата, жену, сестру для служения, в каком-то призвании, в каком-то деле, почти это призвание, в жизни твоего близкого человека, не унись, не умоли, не разрушь, не осуди. Это очень важно и очень серьезно. Напоследок я скажу об Иисусе Христе. Когда я читаю Священное Писание, друзья, удивительно, как Христос приглашал. Я к тому, что если ты ни на врача, ни на учителя, тогда ты в профсоюз или в милицию, или в миссионер. Нет. Христос пришел, приходит и видит одного государственного человека. Знаете, мы так подшучиваем, мытарь. На самом деле, это таможенный служащий, это АРС, это, так себе сказать, серьезные люди. И он занимается серьезным делом. И представьте, в нашей ситуации приходит Иисус в службу АРС и видит там успешного человека и говорит, слушай, давай бросай все, в смысле, бросай все и следуй за мной. Зачем? Я тебя сделаю ловцом человек. Как тебе так смотрится? Немножко агрессивно, да? Это насчет того, сманивал Иисус или не сманивал? Сманивал. Хороших. Идет, смотрит, знаете как? Такое частное, мы же все тут частные предприниматели, бизнесмены. Смотрят бизнесменов, которые организовались двое-трое, сделали такой братский кооператив и начинают ловить рыбу. Что-то приторговывать для семьи, чтобы было, Петр и компани, да? Или Симон и компани тогда называлось. Ну, в принципе, знаешь, это не то, что ты приходишь и мужики не знают, что делать. Что делать сегодня? Я сегодня свободный. Может, надо куда-то Евангелие пораздавать? В госпиталь сходи. Нет. Он не пришел, нашел на базаре праздно стоящих. Он пришел, увидел Петра, Якова и Иоанна, которые делают бизнес в поте лица. И он говорит, ребят, может, бросим? В смысле? Сети. И? За мной пойдем? Иисус, мы пробивали это место. Мы тут с конкурентами воевали. Мы настраивали дела. Теперь в наш магазинчик приходят люди после обеда, покупают свежую рыбку из Галилейского озера. Народ знает о нас. У нас вроде как бы есть будущее для наших детей на завтра, для внуков на послезавтра все настроено. В смысле, Иисус? Иисус говорит, вы классные ребята, у вас хорошо идет бизнес. И? Бросайте его, пошли за мной. Мне надо такие толковые люди в Царстве Божьем. Почему вы думаете, что в Царстве Божьем должны бестолковые быть? Почему вы считаете, что если ты толковый, ты занимаешься бизнесом, а если нет, ну иди, тогда молись посредом. Почему вы так считаете? Спасибо, я ждал этого, Володь. Иисус Христос если вы можете сердиться на меня, то вот я на Иисуса Христа стрелки перевожу. Ну посмотрите, как он. Он посмотрел. Классный, иди за мной. Классный, иди за мной. Я не знаю, что про Иуду подумал, но может быть, тоже бухгалтером неплохим был в то время. Просто гниловатый, а так бухгалтер ничего. Ну как-то так. Пошли за мной. Родные. Знаете, иногда в церкви некоторые говорят, слушайте, ну что, Виктор, что напрягаешь, звонишь, иди там поашерствуй, иди постой, иди повстречай, иди попровожай, иди пообнимай. Я говорю, а тебе что, не нравится? Ну ты понимаешь, если Виктору первый, кто приходит в голову, это ты, чтобы тебя позвать, значит, ты у него на хорошем счету. Из десяти человек, первый, кто приходит в голову, это ты. Или второй. А если он уже тебя вообще не звонит, то ты уже знаешь, где ты в списке у Виктора. Поэтому если вам, диаконы, пастыры, служители, в церкви звонят и говорят, слушайте, нам надо воскресную школу, слушайте, нам надо на камере, слушайте, нам надо послужить там, надо послужить там. Ты представь на секундочку, что когда он сидел и понимал, что ему на завтра нужно несколько человек, и у него в списке двадцать, пятьдесят или сто человек, и он из ста человек позвонил троим, и в этих троих ты, ну, гордость должна взять тебя, я так скажу, а не уныние. Ну, ты так должен подумать, ха-ха-ха, позвонил мне, я еще ничего смотрюсь, я еще могу, да, ты еще можешь. Если тебе звонят, то ты еще можешь. И ты можешь рассказывать истории, знаете, как Моисей, да я косноязычий, да я на камере не... да я каких бесов изгонять, да я не могу, да я не умею, ну, это уже вот эти все мои сельские разговоры, как бы они так мимо проходят. Но если тебе позвонили, а что если это Господь побудил этого человека, позвонить тебе, чтобы направить тебя туда, где нужда. И когда ты окажешься там, где нужда, в служении детям, в служении тинейджеров, в служении молодежи, в иных служениях, кого-то посетить, за кого-то помолиться, побеседовать, ты окажешься, тебе намекнут, тебе позвонят, тебя вдохновлят, прийти туда, где нужда, и ты так неуверенно, так немножечко не собрано, все-таки дойдешь до этого места. Может быть, это то место, где вкус начнет гореть и не сгорать. Может быть, это то место, где Господь особенным образом прикоснется к тебе. Может быть, это то место, где Господь вдруг проговорит тебе и скажет, послушай, дружище, я Бог твоего Отца. И ты прозреешь. Ты скажешь, Господи, я готов. Как апостол Павел, скажешь, Господи, что мне делать? Я готов. Друзья, давайте поднимемся. Я был многословен, но хочу сказать главное. Если мы ориентируемся на эндорфины, мы можем оказаться виной жизненной плоскости. Но если мы ориентируемся на Бога, Библия показывает нам место, где ты можешь встретиться с Богом. Место, где Бог особенным образом прикасается к земле. Место, где Бог открывает свое лицо. Место, где Бог снимает свое покрывало. Место, где оно освещается Божьей славой, Божьим особенным присутствием и Божьим чудом. Поэтому мне и тебе важно оказаться в этом месте. Мне и тебе важно смириться и прийти туда, где хочет Бог, в то место, где хочет Бог. И это место называется нужда. Мы говорим о домашних группах, родные. Это очень полезное место. Когда вы придете в домашнюю группу, вы услышите о нужде. Вы услышите о ближнем. У вас будет вариант за кого-то помолиться, кого-то утешить, кому-то послужить, кого-то поддержать. Поэтому, если вам сложно сориентироваться и найти то место, где вас хочет видеть Бог, следующий шаг для вас, это одна из домашних групп. Придите туда. Придите туда. И вы встретитесь за чашкой чая с десятком людей. И они будут рассказывать свое Евангелие. Они будут рассказывать вам свои истории. Они будут рассказывать вам свою борьбу. И это будет тебя вдохновлять. Это будет тебя сокрушать. Это будет тебя учить. Это будет тебя направлять. Идти путем Господним. Идти туда, где Бог. Где нужда. Где ты встретишься с Ним. Где Бог захочет использовать тебя. где в твоем присутствии будут горы передвигаться, вода расступаться, сердце сокрушаться перед Господом, больной человек исцеляться будет, и слава Божья будет являться. В месте Божьего присутствия, в месте нужды человеческой, в месте, где человеческая нужда пересекается со славным присутствием Бога. Бог является особенным образом, и если ты окажешься там, где нужда, где милосердие Бога, где любовь Бога и сердце Бога, ты встретишься с атмосферой Бога, ты встретишься с силой Бога и славой Бога, и Бог благословит тебя, тебя лично, как орудие Божьей славы. Господь, мы молимся Тебе, мы призываем Твое святое имя, да будешь Ты благословен, Господь, да будут открыты небеса к нам и над нами. Господи, мы смирен на Твои рабы, мы смирен на Твои слуги, Господи, и мы нуждаемся в Твоем присутствии, мы нуждаемся в Твоих откровениях, мы нуждаемся, чтобы Ты благословлял Твой народ в наши дни. Ты однажды сказал, молите, Господи, на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву, ибо много нуждающихся, ибо много нужды у народа. Благослови нас, Господи, находить правильные места. Благослови нас, Господи, понимать правильно время. Благослови нас, Господи, видеть правильно обстоятельства. И сердце наше, да будет открыто и сокрушено, да будет оно милосердным. Господи, когда Ты говоришь в наше сердце, что Ты чувствуешь и видишь страдания и боль, чтобы в наших сердцах отзывалось тоже это ощущение, и мы тоже чувствовали и были сострадательными и добрыми ко всякой нужде и ко всякому нуждающемуся. Благослови нас в эти дни. Мы верим, что для церкви есть особенное предназначение. И Ты призвал нас, вместе объединившись, служить этому миру, служить окружающим людям, направлять их ко спасению. Боже, благослови во имя Иисуса Христа. Благослови во имя Иисуса Христа. Присутствуй во имя Иисуса Христа. Особенным образом в каждой домашней группе, в каждом церковном собрании, на каждом молитвенном, и там, где Твое или Трое собираются во имя Твое, и там, где кто-то из Троих оказывается в нужде, да придет чудо от Тебя, да придет помощь от Тебя, да придет слава от Тебя. Я прошу Тебя, благослови каждого, каждого. Господи, на том месте, где мы живем где мы работаем, где мы встречаемся с людьми, где мы трудимся благослови нас именно там на том месте нашего время препровождения быть светом благослови нас быть солью благослови нас нести Евангелие благослови нас утверждать Твое Царство там, где мы проводим время чтобы там было место особенного Твоего присутствия где Ты пророчески касаешься окружающих нас людей благослови, Господи, во имя Иисуса Христа, да святится Твое имя, Тебе вся слава и честь, Ты достоин хвалы и славы, Господи. Аллилуйя Тебе. Аминь.